В Абхазии, что вы хотите? Как вы сейчас живете? Как жизнь устроена? Какие проблемы есть? Какие, наоборот, как развиваются? Проблемы всегда бывают, но надо работать, независимо от ситуации. Ну это да, работа-то есть. Вот вы говорите, что реставрировать нечего стало. Нет, реставрировать есть, но в данный момент просто многие памятники культуры стоят. Скажем, я вот один из тех, вы в Афоне бывали, да, храм Симон-Коннинг, в советское время я начал реставрацию. Мокский храм тоже я начал реставрацию. Бедийский храм после войны, по поручению президента Абхазии Власа Гудуровича, тоже был. После войны, там один из пострадавших в военних действиях был, это бедийский храм. Реставрационные работы, я там укреплял фрески, крышу, там много чего я сделал. Потом я еще в Бедийском храме тоже после войны работал. Там тоже я, в принципе, сделал открытие. Никто не знал, как в бедийском храме, никто не знал, что там есть... Все знали два проема. Я открыл еще два проема. Крест вписывается. А это было заложено. Здесь бывало до революции Карла Сирена. Все у нас... Что можно было зафиксировать, она все зафиксировала. Но что там, в Вилорской колокольне, есть еще два проема, она не зафиксировала. Она, в общем, была заложена, и я открыл. Это благодаря... Ну, после войны, вот, при первом президенте я работал, занимался реставрацией, скажем, вилорского... вилорской колокольне. Если вы такой высочайшего класса профессионал, то почему сейчас вы этим не занимаетесь? Вы не нужны, получается? Ну, знаете, знаете, чиновники-то... Знаете, вы их хорошо знаете, чиновники. Вот, ну, я жду. Пригласят, приду, работаю, что делаю. То есть просто не приглашают реставрировать ничего? Ну, да, видимо, денег нет, я не знаю, я, в общем-то... Знаете, да, в общем-то, ну, я жду, что делаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!